Добрый день всем. Мы продолжаем наше чтение книга «Равешка на землю ту». И глава, которая стоит перед нами, она интересная и сложная, и она не решит нам все проблемы, безусловно, но она их очертит. Он уже и раньше говорил Рав, что проблема, которая стоит перед человечеством, духовная ступень, на которую человечество должно подняться, это решение уравнения братства, это в его формулировке. Видите, он как бы намекает на некоторую математическую задачу. Есть некоторые проблемы, которые нам поставили, почти как уравнение, которое трудно решить, и мы пытаемся эту проблему разрешить человечеству, но, по-видимому, пока еще не дошло до его полного решения, но описание вот в такой лексике, оно довольно занято и специфично для Манитур. Мы сейчас откроем эту главу. Встреча с Творцом через другого. Вообще понятие другого, оно как бы я не искала источник того, кто первым использовал вот это вот абстрактное понятие «другой» именно в таком смысле социальном, философском, не знаю, как его сказать. Когда слово «другой», которое просто было раньше, просто словом, превратилось в понятие, если написать его с большой буквы и в ковысь. Я думаю, что интерес и использование вот этого понятия, оно в любом случае сильно раскрутилось и стало популярным, и стало важным. Важным после Второй мировой войны, когда человечество осознало масштабы бедствия, которые втянула его война. Это, видимо, было, несмотря на то, что и прежде были ужасные войны и много погибших, но это особенно шокировало общество, поскольку перед войной было ощущение такое, что мы дошли до какого-то высокого духовного уровня. Мы все такие цивилизованные, мы все такие гуманисты, там, Лига наций и все такое. И вдруг в середине вот этого продвинутого уже коммунистического мира оказалось, что в середине возникло вот такое движение, которое развязало очень правополитную войну и привело к катастрофе еврейства. И многие философы и мыслители, они задались вопросом, как такое могло произойти. И тут в центр попало вот это понятие другого. Как мы должны преобразовать мир в себя с помощью философских каких-то студий или религиозных, или каких-то других изысканий? Как мы можем изменить вот это положение, когда другой может быть обезлечен, когда он может быть сведен на уровень нечеловека? Как-то есть какое-то слово, да, вы помните, когда человек дегуманизационный, наверное, не важно. Я не всегда русский язык хорошо помню. Поэтому вот это изучение взаимоотношений с другим, оно встает в основе очень многих учений, теорий, которыми занимались многие люди, там, Канааренс или Венас и так далее. И каждый видит это, конечно, под каким-то своим углом. Это у всех выглядит по-разному. А монету, по его подходу, он всегда, у него подход религиозный. И он открывает нам в таре то, что мы, может быть, раньше не видели, не понимали, не осознавали до конца. Это не важно, для Венас он тоже религиозный. Но Венас, в отличие от монету, он феноменолог. То есть это философское такое течение, которое в основу ставит внутренние ощущения. То есть все его заключения происходят из внутреннего своего переживания, с которого он делает уже выводы, как его мнение можно изменить мир и отношение к другому. Ну, не будем больше, так сказать, я не думала такое длинное предисловие устраивать. И давайте начнем читать. Мир построен как треугольник, на вершине которого находится творец, а в двух нижних углах творение – еще одно творение. Эти творения конкурируют между собой, так как каждый из них самым эгоистическим образом хочет получить все изобилие, которое может дать творец. Я слышала, что было время, когда Манитун очень был влечен к кабалу Ашлага, и у него иногда в его построении участвует этот подход, который в основном основан на передаче влияния, передаче изобилия. И это понятие, мне кажется, оно очень близко к кабалу Ашлагу, в котором вот это вот эгоистическое желание получить себе все изобилие, в общем-то, разрушает мир. Но Манитун его использует просто, так сказать, как некоторую модель готовую. Каждое из этих творений действительно должно заслужить все это добро. То есть в результате он должен заслужить. Он не идет дальше по баллистическим всяким подходам, которые Ашлага, что получает, чтобы давать и так далее, всякие другие построения. Он говорит, что поскольку это все, я хочу получить максимум добра, в этом ничего плохого как бы нет, но ты должен заслужить. И сделать это посредством признания того, что в мире есть и другое творение, также созданное руками Творца, который сотворил его. То есть понимание своего места и места другого, что они в общем-то в каком-то смысле равнозначны. И я творение, и он творение. Оба мы созданы руками Творца. Через свою любовь к другому творению, каждое творение выражает свою любовь к Творцу. То есть это то, что он от нас хочет. Может быть, это вот про все в рабочке носить, говорю, что в вере в Творца есть две основы. Первая предполагает, что если Бог создал человека по своему образу, то за образом другого скрывается Бог, находящийся в нем. Вторая основа – это вера в единого Бога. Если ты веришь, что все творение создано из одного и того же источника, то есть нет другого. Тогда другое – это часть его. Поэтому принятие другого или иного – это часть веры и принятие Бога в его единстве. То есть все части, которые выражены в разных людях, все какие-то стороны божественные, поскольку каждый человек не отражает целиком, не может отразить целиком всю божественность бесконечно, тем не менее в нем она и есть, только это аспект божественного. Нет, это я перескочила куда-то. Извините, как-то случилось. Нет. Значит, мы не то прочли. Это на следующей странице. Но это неважно. Мы до этого еще дойдем. Мы прочли… Нет. Что через свою любовь к другому творению, творение выражает свою любовь к Творцу. Вот на это был комментарий. Не то, что я прочла, а он будет дальше. Хотя это, в общем-то, все та же идея с разных сторон. И тут он пишет, это же идея… Она пишет в комментарии. Эта же идея содержит сурового куха, который выражает ее присущими ему особым языком. Человеку нужно много работать, пока не откроется ему, как подобает, что в реальности существует другой мир, отличный от его собственной личной реальности. И тогда он осознает это должным образом. Он может постичь своего Творца. Если так, то возлюбие ближнего своего самого себя заключает в себе всю Тору, а также является основой истины и познания Всевышнего. В общем, так или иначе, я думаю, что это говорится о похожих вещах. Ну, а Раф Кук еще подчеркивает, на самом деле, насколько это непростая задача. Вдруг, не вдруг, дойти до такого уровня, когда ты осознаешь, что в другом тоже содержится целый мир, и твоя Тора не будет полна без его. На самом деле, любая встреча с другим – это встреча с Творцом. Каждый день, каждый час мы проходим проверку уравнениям братства. Можем ли мы решить эту задачу или нет? Кто бы это ни был, водитель автобуса, почтальон, банковский служащий, соседы или родственники, каждый раз, когда мы встречаем другого человека, мы встречаем Творца, находящегося в нем. На самом деле, это очень трудно иногда осознать, когда ты видишь перед собой врагов. Но об этом еще Раф Ашкина тебе поговорит, потому что это такая тема, которая, например, Левина с ней касается, а для него она очень существенна. Левина в свое время говорил так, что главное в отношении к другому – это принятие за него ответственности. И даже если перед тобой стоит нацист, который хочет тебя убить, ты должен осознавать, что ты отвечаешь за него. Но это как бы какая-то очень крайняя точка. Для монету это не так просто. Для него это повернется другим углом. Обычно мы не отдаем себе в этом отчет. То есть на любая встреча с другим человеком – это экзамен для нас. Так или иначе. Как бы так ни было, с этим можно 100% вообще уже согласиться, что это всегда экзамен. Можем ли мы правильно разрешить уравнение братства? За внешней стороной этой моральной ответственности находится поразительный факт, что поведение человека по отношению к своему ближнему является отражением поведения человека по отношению к своему создателю. И, казалось бы, странно, но это требует обдумывания. Поскольку мы все, что говорили раньше о том, что каждый человек несет какую-то часть всего сна, он тоже творение. И через него мы можем служить создателю и решать эту главную проблему, которая перед нами стоит. Если я не могу относиться нормально к другому человеку, то со Всевышним у меня будут проблемы. Все, что случается с человеком, случается как бы само по себе. Однако цель всего этого состоит в том, чтобы проверить его поведение по отношению к другому. Чтобы Бог знал, может ли он пригласить нас к себе в мир истин. По этой же причине вопрос нравственности приобретает в царе настолько большое значение. Отношение к другим должно быть нравственно. И нравственность – это такая непростая штука, которая не решается на уровне простых вещей, которые можно сформулировать на все случаи жизни. На этом наставили все пророки Израиля, которые упрекали народ в том, что они не выполняют свои моральные обязательства по отношению к пришельцу, вдове и сиратину. Это сегодня, между прочим, можно в той же мере сказать. Иногда люди общества склонны забывать, не видеть и не выполнять своих обязательств к отношению к тем, которые действительно нуждаются в помощи. Их говорит – любите пришельца. И пророк восклицает – не притесняйте их пришельцу, сироту и вдову. И таких примеров множество. Проблема отношения к слабому, к слабому действительно, связана не только с этикетом, и обычаями, и функционированием общества. Социальная проблема является метафизической в своей основе. Она тесно связана с сущностью наших отношений с Творцом, который нас сотворил. То есть не потому, что хорошо быть хорошим, плохо быть плохим. Кто такой хорошо, что такой плохо. У этих вещей есть гораздо более глубокий корень. Нравственное поведение, оно связывает себя с Творцом. И является как бы сущностью моих отношений с Творцом. Два очень известных стиха в Торе относятся к уравнению братства. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем силами твоими. И второе – люби ближнего своего, как самого себя, я Всевышнего. Слово «любовь» появляется в этих двух стихах. По отношению ко Всевышнему глагол «любить» употреблён с предлогом винительного платежа. «Эд». То есть имеется в виду «опо отношению к ближнему» с предлогом «ле», указывающим на направление. То есть как бы здесь… Сейчас он объяснит. Как мы уже говорили, предлог «эд» указывает на саму сущность объекта. То есть когда я говорю «любить» «эд» «ашема лукеха» «бога», то я имею в виду сущность объекта любви. В то время как во втором стихе предлог «ле» указывает на направление. В направлении тебя направляют на своего ближнего. И через него ты любишь уже Всевышнего. Человек должен любить через своего ближнего. То есть через эту любовь к своему ближнему он приближается к Творцу. Что же значит любить Творца? Прежде всего нужно прояснить смысл понятия «любовь». Численное значение гематрии слов «любовь» равно 13. Я здесь, может быть, открою небольшую скобку и скажу, что 13 вообще очень значительное число. 13 говорим. в разные случаи жизни читаемых 13 как-то сказать по-русски свойств милосердия Всевышнего. И это занятно, что действительно слово «любовь» посчитайте точно она равна 13 гематрии. И от одного из моих учителей в свое время это такой занятный учитель. у него были любимые какие-то брошок, комментарии, и он часто повторял это одно из них, которые Рав Казовский любил повторять, что в слове «гет» гематрия 12 в отличие от слова «любовь». и он говорил поэтому «гет» разрывает 12 связей, которые связывают мужчину и женщину, а 13 он не разрывает. На этом он останавливался, он больше не говорил. Но поскольку я не сама придумала сравнение, а слышала от уважаемого учителя, я могу на этой точке, может быть, он это от имени Мониту говорил, потому что он Мониту тоже. Вот это я сейчас не помню. Но на этой точке мне хотелось высказать такую мысль, что возможно вот эта одна 13-я связь, которая связана любовью мужа и жена, которая не разрывается гетом, то есть разводным письмом, может быть, она именно и есть вот эта линия, которая проходит от меня к моему мужу от меня к моей жене и потом к Всевышнему. То есть связь, которая родилась через эти отношения между мной и Всевышним, она не разрывается. Но это, так сказать, мне кажется, это логично, потому что не просто так получается так, он повторял мне сказать, что есть 13 связей, а разрывается только 12. Какой в этом смысле? вот мне кажется, этот смысл как раз здесь имеется в виду, поскольку он подходит. Истинная любовь взаимна. Она получает, вот это, кстати, очень важное оказывается, то, о чем другие не говорят, что истинная любовь взаимна, то есть она не может быть односторонним. Она получает ответ, как сказано, как отраженное в воде лицо к лицу, так сердце человека. человеку. Внутренняя суть любви – это истинная связь человека с совершенным. Вот это она не разрывается, даже если с человеком происходит разрыв. Поэтому отношение взаимности между творцом и творением приводит к истинной любви между человеком и творцом наилучшим образом выражающим удавшиеся уравнение братства. То есть если моя любовь к Всевышнему истинной, то на основе этого я могу действительно удачно решить уравнение братства. Так получается. И в результате получается, что если оно не решается, то значит мы еще не дошли до уровня. Однако по отношению к ближнему перед словом любви стоит непредлог это предлог ле. Это означает любовь направленную на ближнего, ради ближнего, через ближнего. Поскольку на нашем ближнем, за другим, за иным скрывается образ Бога и таким образом любовь к Богу находит свое выразение. Еврей, который любит ближнего, выражает этим свою любовь в части Бога в свой человек. То есть через эту часть к нему самому, которая находится у другого. Часто цитируют великое правило тары, которое привел рабяки, и люби ближнего твоего самого себя, опуская окончание стиха. Я Господь. То есть здесь выше тоже, чтобы мне делать спойлер, видимо, не привел окончание стиха. Он говорит, вот это же важно, но при таком цитировании стих теряет смысл. И люби ближнего твоего самого себя. Почему? А потому что я Господь, открывающийся и скрывающийся за другую. Только через любви ближнего твоего ты можешь достичь и любви Господа Бога твоего. Такова задача возложена на человека. Тут я остановлюсь и, может быть, мы можем что-то еще к этому всему добавить или спросить что-то. Я правильно понял, что сначала человек любит Творца, и потом он понимает, что чтобы достичь Творца, он должен решить это уравнение. Любить ближнего. Любить ближнего ради любви к Творцу. Так получается? Я не думаю, что слово ради здесь правильно. То есть она должна быть истинной любовь к этому человеку, но потому что он такое же творение, как и я. Это одновременно, как мне кажется, происходит. То есть если я уберу Творца из этого, он дальше будет об этом говорить, то получается чистая любовь к человеку, за которым нет ничего другого, она становится неправильной вообще. Должен быть какой-то под любовью к другому человек какой-то какой-то основа. Если она без всякой основы, то она неправильная. Основа это то, что мы все творения и в том, что мы вместе, в том, что мы соединяемся, мы приближаемся больше к творцу. То, что я принимаю другого, я принимаю его там, где я его понимаю, там, где я его не понимаю. и это все вместе является как бы решением уравнения, которое проявляет Всевышний наш мир. С одной стороны, это аналогия любви к Всевышнему, а с другой стороны, из того, что мы оба в него верим, для нас этот брак, он имеет дополнительное оттончение. Собственно, я думаю, в этом есть связь с браком, как говорится, когда муж и жена верят между ними и Шхином. Они верят, это включает то, что они оба понимают важность другого, поскольку он тоже творение. Я не знаю, правильно ли я, достаточно ли объясню, но, по-моему, это не ради, не только ради. То есть должен быть треугольник, да? Я творец и ближний, да? И все это в гармонии. Да, да, скорее, вот так было бы проще, да. По-моему, творца любить очень сложно, это такое абстрактное понятие, через человека, в котором ты любишь его божественную сущность, это гораздо легче и понятнее. ну, ну, да, но что такое любовь к творцу, это вообще действительно непростая штука, разные люди объясняют это по-разному. я не могу понять. Для меня это общая понятие. Ощущение своей жизни, вот именно то, о чем он говорит, что она не просто так, что она дана мне Всевышним, и что он дал мне с определенной целью, и все, что со мной происходит, оно происходит как часть божественного плана, божественного плана, абсолютно верно. И относиться к этому с пониманием, с принятием, как Раби Акива, даже тот момент, что он отнимает меня из-за это проявление как бы любви. Оно в миниатюре, оно происходит между людьми то же самое. Если ты действительно любишь человека, ты его принимаешь со всеми его негативными свойствами, понимаешь, ты его не понимаешь, ты какая бы ситуация ни складывалась, в общем-то, остаешься ему уверен. так же это вещи близкие, да, если в отношении между человеком и Всевышним у меня есть вера, что все, что со мной происходит, имеет смысл, то, что с миром происходит, имеет смысл, то, хотя я, может быть, не понимаю, и, скорее всего, ничего не понимаю. Так же между человеком человеком вот это любовь, она выражается в доверии, я не понимаю, но я доверяю, даже если я не знаю, что это. Если не оказывается в какой-то момент, что, но с Богом так не бывает, а с человеком бывает, что это доверие не не обоснованно. Но, к сожалению, с людьми так бывает, потому что никогда не бывает полный параллель. Андрей, может быть, ты? Ой, опять я не то сделала. Одну секунду, я поправлю, чтобы у меня не получилось такого. Вот здесь, да? Нет, дальше, ниже. А, да, это ниже, ниже. Правда? Еще ниже. А, вот здесь, да. Эта любовь, предназначенная Творцу, осуществляется только тогда, когда она передается через сами явления природы или через человека. Если же любовь, направленная на другого человека с предлогом Эд, то есть, как Творца, Эд идолопоклонства. Ага, вот как. То есть, все-таки любовь к Творцу и к ближнему она разная, да, в принципе. Ну, не, любовь одна, предлоги разные, то есть, связь разная, да, получается, с Творцом и с человеком. Ну, с Творцом она безусловна. Но если ты разрываешь, то есть, человека, ты, ты, человека ставишь на место Творца, это неполная аналогия, опять же. В этом и вся разница, потому что, если разрывается связь с Творцом, то ты любишь человека без Творца, как бы, не через него, и его, и через него Творца. Тогда это случается в Долопоклонстве. Тут есть, может, почти все, что там сказано. Природа – это сосуды, потом она должна пройти очищение второй заповедины, которая объединяет все свойства Творца. В соответствии с стихом тот день будет Господь один и имя его одно. Поэтому переходы осуществляются через природу. Это предыдущая. Попытка разделить свет и сосуд приводит к этому Поклонству. Это термин Кубалы, если ты понимаешь. Получается, что одно дело, когда природа и любовь к ней, ты понимаешь, что это язык, на котором сегодня разговаривается. Это я привожу пример не другого человека, а природа. Это одно. А когда ты любишь природу просто так, это совершенно другое, она ничего тебе такого не говорит. И то же самое с другим человеком, если ты любишь сосуд, то есть его самого, а не свет, который в этом сосуде, не божественная его сущность, то это тоже, конечно, обедняет, обесценивает это чувство, то есть превращает его в долбоклонство до такой степени. Может, прочитаем 289-ю, смысл? А, это было не 289-я, да? Да. Да, выражение люби-любите с предлогом это встречается в Писании три раза. Дважды по отношению к Богу и один раз по отношению к пришельцу. Такая любовь допустима только по отношению к Богу и по отношению к пришельцу. Почему? Пришелец это самый далекий другой, по отношению к нему нет опасности обожествлей. То есть, да, то есть там тебе вот это это можно еще по-разному наинфектовать, что такой пришелец есть некая сущность. Не просто ты любишь то, что он хороший, то, что он блондин, потому что он добрый или что-то такого, а именно потому, что он пришелец. Любовь к пришельцу вообще очень важна к жертарею упоминается не один раз, потому что мы сами были пришельцами, потому что человек может быть в мире пришелец по разным причинам. И это вот понятие, что ты любишь пришельца именно, вот эту суть будет. А она привносит здесь другой смысл. Не тот, который возник, не тот смысл, когда я люблю это, я люблю человека конкретно, а пришелец это нечто более абстрактное, и любить пришельца это может быть другое проявление любви к Богу. То есть есть ближний, есть дальний. Дальний это именно пришелец, а его вот любить нужно это, четырехлогом это. Да. Может быть это и к наеног относится, я не знаю. Потому что это гер упрепляется слово, а второе на самом деле понятие гер, если мы будем ориентироваться на пшат, а не на комментарии мудрецов, оно очень туманно. С одной стороны там где-то сказано, что это мясо не ешьте, отдайте пришельцу, да, а с другой стороны пришелец может есть и пасхальную жертву, там, и там. То есть вообще адекватен Гавриэм она туманная и растяжимая, поэтому мудрецы разделились. Это Герцедек, это Сделавший Гюра, это Гертушан, который не еврей, который здесь живет. И надо было установить, в каком месте Тара говорит о ком, но теоретически она допускает более гибкое толкование. это то, что интересно в Таре, что она допускает более гибкое толкование в другой ситуации, в другое время. Ну, ладно, это я сурекрасна. То есть Тара нам говорит суть, да, а Талмуд он уже для того, чтобы дать какие-то практические указания, он уже разделяет это, там, есть такой Герр, есть такой Герр. Да, потому что иначе возникает недоумение, она как бы приглашает себя, Тара поставит в разграничение, потому что в некотором смысле они даже противоречат друг другу, поэтому она, я так думаю, есть намеку на то, что она может быть переопределенного определенного ситуации. Вот так оно и происходит. А в Туре есть такой как бы абсолютный пришелец, такой архетип пришелец, другой, далекий, да, вот это как раз Герр. Ну, Герр, да, но в разных местах он, ну, и тут, конечно, может как-нибудь мешаться библейская критика и сказать, что это снеги-дворим, а это снеги-дворим, но на самом деле помимо этого, так сказать, если мы возьмем этот телефон, то создается впечатление, что есть некоторая гибкость и возможность переопределить, что есть пришелец, то есть Герр. Когда это... Ну, в общем, это отдельная длинная тема, на эту тему написано очень много галактических всех трудов, поэтому я просто в общем и целом. С точки зрения простого смысла, скорее, это довольно занятно посмотреть, что под разными углами стараюсь. Итак, превращение человека в абсолют и его обожествление это сущность идолопоклонства. Проекция божественных качеств и сущностей на человека или вещь определяет их как языческое божество. И таким образом они представляют преграду перед ними и Творцом. То есть вместо того, чтобы другой служил зеркалом нашей любви к Творцу, объект нашей любви занимает место Творца. Такая языческая любовь может существовать в любой области человеческой жизни. Даже в отношениях между мужем и женой и в любых других отношениях нельзя превращать другого в сущность и цель существования. Даже исключительная любовь матери к своему сыну несет в себе подобную опасность. Когда ребенок становится осью и центром, вокруг которого вращается жизнь матери, это уже нездоровая любовь. Это собственничество, которое не допускает никакого диалога и не дает ребенку никакой возможности самостоятельного существования отдельно от матери. Это как раз когда она не дает ему места внутри себя. Чтобы он был самостоятельным, это как раз дать ему место. Так же как другим народам нужно дать место, ближнему дать место. И когда какая-то любовь языческая между людьми, между матерью и сыном, то он заполняет что я тебя настолько люблю, что не даю тебе места. Прекрасно, это очень важная связь получается когда Всевышний не часть уравнений. когда ты любишь кого-то ради его самого, ради его без всякого всего того, о чем мы говорили ранее, это получается тип собственности такой, действительно. И как раз тут нет места, человек не дает место ему, когда часть этой системы, которая есть Всевышняя, ты даешь ему место. Это практическая разница получается между этими двумя вещами. Хотя казалось бы она не очевидна, но она если задуматься она естественно вытекает туда. Поскольку у него тоже есть божественная душа, божественная сущность, обязан дать ему место в этом месте. А если нет, то он целиком мой. Здорово. Спасибо. Так, и такой вид языческой любви может привести к разрушению их обоих. Когда предмет человеческой любви становится причиной и целью жизни, а любимый человек переходит в треугольники братства из нижнего угла в верхний перед нами долопоклод. Вот тут очень ясную схему нарисовал этот треугольник. Ладно, это не может пропишиться в обоих. Тем не менее, следует признать, что реализация уравнения братства это непростая задача, требующая постоянного хождения по тонкому канату. Необходимо любить другого, так как он был тоже сотворен тем же творцом, не забывая, что наша любовь к другому является лишь выражением нашей истинной любви, обращенной к Богу. Из-за сложности этой задачи люди склонны выбрать одно из двух решений. Первое. Попытка отменить уравнение братства, требующая от человека познания Господа через своего ближнего, а вместо этого познать его совершенно независимо от отношения к ближнему. При этом божественность становится полностью трансцендентной, а социальная человечность выводится из мира. Эта концепция совершенно чужда духу Торы и развита главным образом в идеале христианства и во всех восточных религиях. То есть ближний мешает мне любить Бога. я уйду в какую-нибудь келью или на гору и строить отношения с творцом, который не факт, вполне возможно, что это в своих фантазиях человек что-то строит, потому что он не может это проверить, потому что ближний социум дал именно нам как индикация. И второй вариант превращение средства, то есть ближнего в самоцель при игнорировании творца, который его сотворил. Это уже языческий такой вариант. Человек должен научиться любить другого так, чтобы это было выражением любви к творцу. В стихе «И люби ближнего твоего как самого себя» говорится о ближнем, потому что вопреки распространенному мнению, на самом деле любить брата ближнего тебе труднее, чем далекого. Как идеал очень легко любить весь мир, черных африканцев, арабских врагов издалека. Но в повседневной жизни труднее по-настоящему любить раздражающую тебя свекровь, постоянно шумящих соседей, банковского служащего, который тебе грубит. однако это именно тот ближний, которого нужно любить. Мы должны направлять нашу любовь к Богу, не забывая, что они все являются лишь частью божественной истины. Тут вопрос, вот эти черные африканцы, арабские враги, можно сказать, что они геры, тогда наоборот их нужно любить. нет, но я не думаю, что когда говорится о пришельцах, о гере, говорится о таких далеких. Я думаю, что черные африканцы в твоем народе другие совсем, да, и некоторые как раз вот... Нет, если они в моем народе, если они геры, это совсем другое дело, она говорит об африканцах, которые далеко. А, то есть абстрактные, да, как голодающие Африки, да. Да, 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 да. То есть это любовь вообще, которая ни к чему тебя в принципе не обязана. Любовь к пришельцу, у нее есть конкретное выражение в нашем мире, да, если пришелец пришел Герта, Шавет, или, так сказать, другой какой-то пришелец в принципе, то от тебя требуется определенное действие, чтобы принять его, чтобы любить его. Это не просто любовь, как мне нравятся вот эти все неевреи, которые наводнили Израиль, пускай они делают все хотят, ходят в церковь. Там, я, я, не это имеется в виду, имеется в виду обязанности не обижать Гера, например, помогать ему и так далее, и так далее. Практические вещи. А он как раз говорит о том, что вот когда это требует практическое, то тогда это гораздо сложнее, а когда это абстрактные голодающие, на самом деле действительно голодающие, то это может быть какая-то практическая польза в том, чтобы ладно, не буду практику помощи этим дальним обсуждать, потому что, к сожалению, она в нашем регионе выражается очень сильным антисемитизмом и помощи нашим врагам, которые направлены против нас. Включить в это уравнение это в общем можно. Мне кажется, в дальнейшем он тоже что-то говорит. Тут уже должна Аллаха включаться, как конкретно к кому относиться, иначе действительно можем запутаться. Да, нет, нет, если бы так было просто, тогда мы бы все уже давно решили. Именно потому, что все не просто, от нас требуется делать правильные выводы. А те, кто не думают, они, конечно, иногда критически ошибаются. Ну вот, да, как раз, когда нету Торы как практической указания, как Аллахи, тогда действительно человек может запутаться, любить того, с кем наоборот нужно бороться, или фантазировать, что он любит всех, когда он там где-то в медитации глубокой находится, и ни с кем не сталкивается. Да, на практике это все проверяется. И не всегда у нас есть, это понятно, что не на все ситуации у нас есть готовые решения, даже в Галахи. это не все в Галахи решить вообще все жизненные ситуации, поэтому все время возникают какие-то сложные ситуации, которые человеку приходится решать. Не всегда даже равену могу быть. Итак, в этих двух важнейших стихах заключена сущность еврейской традиции по отношению к окружающему миру. Тот, кто всматривается в мир, обнаруживает постоянные напряжения, существующие между бренностью и совершенством. С одной стороны, наш мир функционирует ответственно и независимо, причем все его детали взаимно дополняют друг друга. Эта неизбежность, действующая в природе с точностью и совершенством, указывает на планирование и цель. С другой стороны, наш мир это также временный мир, где мы временные гости, которые смотрят на вечность через призму мгновения. Ответ мудрецов на эту напряженность заключается в том, что наш мир это только этап перед переходом в мир грядущий. Раби Яков говорит, этот мир подобен коридору перед миром грядущим. Исправь себя в коридоре, чтобы ты мог войти парадные покои. Мишна Авод 4.16 Наш приход в этот мир это бесплатный дар, однако мы должны заслужить этот дар, чтобы достичь мира, который весь истина и вечность. Именно скоротечность нашего мира дает нам право на грядущий мир, при условии, что мы приобретем наши жизни, решив нравственное уравнение. Поэтому мы должны решить уравнение братства так, чтобы мы поняли, что то, как мы обращаемся с другими, являются проверкой и мерой, определяющей награду в грядущем мире. В основе качества милости Хэсет лежит это желание относиться к другому как к равному или даже как к превосходящему меня. Однако если нет взаимности, если это другой не отвечает любовью на мою любовь, это неизбежно ведет к идолопоклонству и нравственному провалу. Вот как то есть взаимность является условием, чтобы не скатиться в идолопоклонство. Да, потому что до этого как бы если мы слышали Левинасу, то никакой взаимности в его учении нет. А для для монету взаимность на самом деле это одна из важнейших вещей. Как взаимность в отношении между человеком и Всевышним, так и между разными людьми. Поэтому никак нам не подходит подставлять вторую щеку. Я его люблю, поэтому все, что он сделает, все это от творца, это может зайти очень далеко. если он ко мне не относится в соответствующий образ, то это превращается в долбоконство. Вот это разрывается, в этом треугольнике одна связь разорвана, когда неважно по моей вине или по вине самого другого человека, она тут же превращает это отношение, ну, долбоконство тут как бы преувеличенное, конечно. Типа нечто вроде долбоконства. Поэтому так сказать, это действительно освобождает нас от тяжелого вопроса, как я могу любить своего врага. А никто тебе это бесполезно, если ты будешь любить своего врага, то это типа долбоконства. непонятно, но если человек вот там это прочитал, начинает пытаться любить ближних, свекровь, соседа, и если он не получает взаимность, то что делать, как останавливаться? Да, ну, это дальше. Вот смотри, что у нас было с Кайл и Эвелем. Эвелем должен был научить Кайна уравнение брата. Если в твоих силах научить своего партнера, своего соседа любви, то ты должен это сделать. И тогда между вами будет любовь. А если не в силах, то тогда ничего не получится. Ты не можешь его любить, так сказать, бескорыстно и безнадежно, когда он тебе не отвечает любовь. Он просто провалил свой экзамен в некоторой другой его части. Потому что у нас задача создать этот треугольник, не просто быть хорошим и милым, но как-то научиться тому, как его создать, как это даем создать. Это очень тяжелый это вот то, что я думаю. Это тяжелое испытание, тяжелая проблема. Ну как, если я там всех люблю, пытаюсь всех любить, они все провалили свой экзамен, потому что они даже не подозревали, что они находятся в этом экзамене. Тогда вопрос, я провалил свой экзамен или нет? Да, ты их не научил. А, я должен все-таки их научить взаимности получается тоже? Да, да, да. То есть по-любому это как бы на всех лежит задача, на каждом человеке в конечном счете, на всех народах и так далее. Да, но если уже провалил в этой части не научил, то бессмысленно любить его, когда из этого ничего не получается. Это получится почти долбаковый. Так, однако если нет взаимности, если другой не отвечает любовью на мою любовь, это неизбежно ведет к идолопоклонству и нравственному провалу. Такой подход стал причиной поражения как язычников древности, так и великих гуманистов нового времени, поскольку следуя ему, человек переходит от одной крайности, которой человека приносит в жертву идолу, у другой, которой человек приносит в жертву самого себя на алтаре гуманистической морали. Этому подходу Тора противопоставляет единственное решение – взаимность. Взаимность – это равновесие между разными качествами. Авраам воплощает меру милости, а Ицхак меру суда. Только Яков Израиль представляет настоящее взаиморавновесие между этими двумя крайностями в аспекте меры истины и милосердия. Ты явишь истину Якову милость Аврааму. Идея взаимности в Торе проявляется во всех сферах жизни, как в отношениях между человеком и его Богом, так и в отношениях между человеком и его ближним. И также в отношении человека к самому себе. Ведь превращение другого в абсолютную сущность является язычеством, и в этом корень неудачи гуманизма. здесь он свел все к древу сирот, к средней линии, что должно быть все сбалансировано, как все качества, так и мое отношение с другим тоже должно найти какой-то баланс. Баланс, то есть это Яков. Западный гуманизм любит далекое и экзотическое. это относительно легко, потому что не накладывает никаких обязательств. Тора подчеркивает, что человек должен любить именно ближнего, того, кто рядом с ним, именно того, кто как ты сам, того, кто больше всего похож на тебя, так как именно близость приводит к соперничеству. Тут интересно опять же, если далекие экзотические приезжают в твой город, да, тогда они становятся уже герами. Ну, да. Если они пришельцы, тогда другую другую. Именно Рабушкина я видел в Кайне Эбеле модель всего человеческого общества. Но это мы увидим еще дальше, в котором близость может привести к соперни. Они это братья. Поэтому главный фокус на самом деле в том, чтобы решить уравнение братства среди близных. есть соблазн решать его сдадения. Но начинать в общем-то правильно с точки зрения методики с теми, которые близны. так, нужно страничку перевернуть. Существует естественная тенденция видеть плохое Ра к ближним Ра из-за внешнего сходства между этими словами. Поэтому Тора предупреждает «Будь осторожен», говорит она, «Твой ближний похож на тебя, так же, как существует связь между тобой и Господом, существует и связь между другим и Господом, и так же между Господом и вами обоими». В действительности смысл этого в том, что вы оба творения, я Господь. Одно из отличий монотеистической еврейской концепции от других концепций состоит в том, что в других религиях Бог защищает человека и охраняет его ото всех остальных, в то время как согласно иудаизму Бог также, а может быть и прежде всего, охраняет другого, поскольку есть только один Бог, Бог одного человека также является Богом другого. Такое уравнение братства, которое человек должен, таково уравнение братства, которое человек должен разрешить. Нет ничего сложного в понимании этого принципа, но его реализация нелегка. Однако проблема возникает и на общем уровне, когда группам, объединенным по некоторому общему признаку, приходится решать уравнение братства с другими группами. Вся человеческая история это попытка решить проблему уравнения братства. Я думаю, поскольку уже час прошел, мы можем здесь остановиться? Я вообще-то как бы всегда стараюсь вложиться в час, потому что в каком-то моменте качество падает электров и слушателей науки доказаны. и видно в этом самом на лекциях в университете то же самое. Заметно. Но ничего не поделать. Но поскольку нас как бы запланировано часто, надо поддерживаться. Хотя ты никуда не торопишься, Андрей. Поэтому что мы можем сказать? Вопросы или замечания большим удовольствием? Все понятно. Все понятно. Все проходили в своей собственной жизни. Ну вот. Вот это очень важно. Когда понятно. Когда это касается лично нас и построить свои отношения правильным образом она. Всегда всегда. Сложно? Сложно. Да. Ну, в общем, много работы в этом мире. И не нам ее закончить это как бы. Конечно. Опять же можно меня слышно? Да-да. Опять же можно только сожалеть, что Раф не рассказал про вторую, третью главу. Потому что братья, конечно, близки. Но ближе мужской жены по-моему никого не найдешь. А там этот конфликт. Ой, мама, не верю, выскрывается. Мне кажется. Да, это интересно. Но почему там есть конфликт по-твоему есть конфликт между женой и женой? Ну, там вполне согласно выступают. Ну, мне так повезло. Потому что когда я не помню или ты или Андрей прочитали, что чем ближе люди, тем наслее между ними возникает противостояние. Напряженность, да. И вот между мужем и женой она иногда такая напряженная. это бывает. Это не всегда, между прочим. Это бывает. Если ты готов принять другого во всех его, так сказать, так это снимает на призоне. Вера, в принципе, она именно на это и направлена. И усилия наши направлены на это. Это нелегко, но оно возможно. Но к вопросу о райском саде, о Ганедене, там как бы они выступают сообща. Она дала плод, она ему дала, он съел. Это напряженность потом возникает в диалоге со Всевышним, когда он начинает все, она, но это совсем немножко, мне кажется, это другая ситуация. Наверное. ты как раз это разделил, чтобы они вместе не действовали неправильно. И породил конфликт, получается, да, будет там к мужу твоему увлечению твое, он будет господствовать над тобой и так далее. Может, как раз потом пошло разделение. Да, 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 мне нравится то, что ты говоришь. Потом появляется такая вот, такой подход, да, это вообще не было ничего. Ну, я вот видела о том состоянии, конечно, после возникло. А, ну, после, да, но, так сказать, это вот проклятие, оно постепенно сглаживается этот конфликт. И, например, проклятие женщины, что она будет много хрожать, она практически сегодня сходит на нет. достижения медицины и прочее большинство рожают без всяких ног. у нас тут в Норвегии и в Германии возможно скоро дойдет до инкубаторов, которые просто можно будет помещать и оплачивать их 9 месяцев, а потом забрать ребенка. и в этом плане да. по-моему, я не слышала, но все может быть, может и это случится, конечно. Но сегодня есть женщин, например, которые не пользуются этим. Я, например, хотя последнего ребенка я рожала, когда уже муж был делать эпидураль, мне это не приходило. Это не было так, может быть, расширенено. Ну, просто не приходило в голову. И моя, кстати, невеста, она тоже хотела рожать без эпидураля. Там казалось, что в Норвегии просто знаете, какой конфликт происходит из-за равенства, из-за того, что оно довольно стильно здесь, не такое, как в Украине, конфликт проявляется в том, что очень много разводов и очень много одиноких. Люди не выдерживают строить отношения. Ну, возможно, это издержки равенства, я не знаю. А может быть, это равенство неверно понятное. Может быть, может быть, и так, да. Если мы понимаем нашу связь как нечто божественное, оно не... Мы тут здесь никогда ничего не говорим о различиях. Вообще, он говорил просто о двух людях. В частности, это может быть мужчина и женщина. Опять же, они... Не обязательно должны быть между ними отношения в подчиненности. Вовсе нет. Когда каждый принимает другого как сотворение, о чем мы сегодня целый день говорили, то это как бы... И как свою жизнь, как свою связь, и свою связь, они понимают как часть служения Всевышнему, это, в принципе, совсем другая ситуация. Когда ты любишь только человек, как он есть, а он, оказывается, не как он есть, а совсем другой, потому что ты не знаешь, на самом деле, как он есть. Это моментально как бы выбивает путь любой связи. Что мне кажется, я еще буду переслушивать, Михаил, потому что сложный для меня урок. Вот смотрите, почему это урок? Мне часто нужно переслушивать. Я первые уроки иногда переслушиваю середину, потому что мне сложно. Вот, просто... Смотри, Макс, мы же говорили, какую систему это все создает. Если в основе это любовь к творцу, и мы любим не только сущность человека, а та божественность, которая есть в нем. И мы готовы дать ему место и принять его таким, как он есть даже там, где мы не понимаем. Это сильно отличается уже от того, когда я люблю сущность человека. Вот он касался и на самом деле мы не в состоянии понять, какая сущность, та сущность, которая мне кажется мне. А потом оказывается, что это не совсем то. И это очень быстро разрывает эту связь. Так мне кажется. Да. А когда не открываются какие-то вещи, которые я не знала, тем не менее я дорожу этой связи как нечто проявление божественного или наши отношения как эта часть задачи, которую мы поставим в этом мире Бога. Я принимаю то, что я даже раньше не знала. Если оказывается, конечно, что он меня не любит, это совсем другая ситуация. Это уже разрыв этой связи, и тогда она может рассыпаться. А если есть такая взаимность, и люди как бы дорож оба придерживаются такого подхода, то тогда вообще, говоря, это не должно быть. Но наш мир, он колеблется туда-сюда. И равенство действительно в определенной ситуации приводит к таким возможно. Ну, не знаю, какие-то все-таки пары существуют. Рождение не нулевая. Нет, не нулевая. Ну, арабы много-много добавляют. Но есть удивительные пары. Я не знаю, как они достигают такого. Я не погружен, конечно, глубоко в их личные отношения, но некоторые очень удивляют. Но общая статистика, в принципе очень странная, очень такая невдохновляющая, как мне на данный момент видится. Ну, мы не знаем, что нас дальше ожидает. Да, не знаю. Маятник иногда качается туда, потом обратно. И чему это все приведет? Пути эти, к которым мы идем в цели творения, они сложные, трудно понять, особенно вблизи. Когда мы смотрим еще на то, что было в прежние века, или то, что написано в Танахе, это одно. А когда это происходит сегодня, мало кто может сказать, какой именно смысл в том, что произошло так или иначе. По задним числам. Ну, ладно. Спасибо вам всем, что были. Спасибо Акибова. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо, Андрей. Хороших новостей. доброго субтитра. Дай Бог. Шаба шава. Шава Шава. 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 Продолжение следует...